всем привет мы сегодня с Сашей решили выбраться в парк погулять решила снимать влог о своей жизни для того чтобы у меня все это осталось на память для того чтобы наверное друзья знакомые могли посмотреть немножко держу близко потому что забыла к сожалению наушники дома может быть мне не очень хорошо слышно стараюсь просто отдаленно не снимать чтобы ой упали мы поднимайся вот в общем я без наушников поэтому буду немножко близко держать телефон для того чтобы вы меня хотя бы немножко могли слышать сегодня самый теплый день пока что в этом году сегодня плюс 20 это с учетом того что с учетом того что буквально на днях было буквально наверное плюс 6 градусов где-то так 6 там плюс 9 и сегодня уже плюс 20 поэтому мы с Сашей решили сегодня пойти погулять в парк у нас измайловский парк недалеко находится вот так уже соскучилась по теплу так здорово так классно на самом деле даже в этой жилетке очень очень жарко даже уже пожалела что ее взяла но как-то пока такая погода переменчивая поэтому боюсь на самом деле вот сейчас иду я первый раз так снимаю на улице себя вот вот поправлю воды ребенок спросит Саш воды хочешь? да может вот упали испачкались немножко сейчас тебе открою решили так в общем выйти погулять и хотела рассказать о том как мне сейчас на самом деле вот я иду не комфортно снимать здесь потому что ну люди вот мы сейчас буквально недавно прошли там шли папа с дочкой и бабушка шла такое ощущение как будто бы сама с собой разговариваю поэтому вы уж не извините это мой первый опыт такой держи вот на улице вот как видите у нас уже здесь в Москве немножко где-то распускаются листочки почки такие уже везде набухшие так что скоро у нас будет зелено мы с Сашей идем на площадку у нас здесь в парке площадка классная есть да есть будем кататься так нам нужно пройти смотрите какие здесь лужи в Москве очень сухо сухо да зайка но вот в парке конечно еще не успела все это отойти еще нужно немножко подсохнуть уже хочется на шашлыки но скоро вот майские праздники думаю что вот 9 мая поедем с друзьям на шашлыки вот и хотела вам рассказать про зону комфорта вообще долго не решалась давно идея такая у меня возродилась что нужно снимать влог но как-то стеснялась всегда выйти на улицу и говорить так вот на камеру ну как-то не знаю страх какой-то был вот но решила что мне нужно выходить из зоны комфорта и как-то начинать работать над собой так что вот так вот мы потихонечку в общем будем производить работу над собой так аккуратно смотри просто подножки чтобы то здесь корни торчат хорошо вот сейчас вам покажу вот такие вот у нас уже листочки здесь в Москве мы сегодня уже жилеточку одели до этого как-то куртку одевали всегда и то девчонка говорит что жарко но мы с ней вот буквально недавно переболели пока боюсь ее сильно раздевать ой как мы умеем кашлять ну актриса прям пойдем идем конечно саш может что-нибудь там расскажешь нет ты стесняешься ну ладно смотрите как у нас тут здорово все летом вот насколько я знаю приходит здесь лежат загорают такая полянка вот за полянкой туда дальше за площадкой за футбольной есть детская площадка вот здесь еще есть в нашем парке зона для комфортного отдыха с мангалами со столами мы обычно если шашлыки жарим туда всегда идем Саш ты куда побежала нам туда надо идти зайка нет в другую сторону Саш в другую увидела детскую площадку еще на самом деле так немножко мокро даже не знаю стоит ли спускаться Саш попробуй в трубу залезть там вроде не так мокро как здесь ладно аккуратно только хорошо все ребенок уже жанит давай давай я тебя здесь буду держать вот моя ручка видишь я тебя буду держать не бойся давай 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 я тебя жду тихо тихо в луж только не становись вот так не засняли но а Мама, ну! Мама, ну! Мама, ну! Мама, ну! Мама, ну! Мама, ну! Мама, нет, давай. Теперь переворачиваем. Мама, ну, а это резко, раз! Ну покажи, какая у тебя там бабочка получится. Ой, красота какая! Молодец! Пойдем, Саша, я тебя поснимаю, а потом папе с бабушкой еще покажем, как ты гуляла сегодня, да? Идем, ну веди меня, я же не знаю, куда ты хочешь. Вот ребенок говорит, надо в парк прям идти гулять. Там где деревья? Ну пойдем, веди меня, куда ты хочешь. Туда и пойдем. Ну пойдем. Иди, веди, я за тобой иду. Саша, а мы с тобой будем бегать по утрам? Вот смотри, тетя пробежала. Вот так, да, бегать будет. На самом деле вот скоро, когда уже стабилизируется, так погодой будет тепло, я обязательно буду бегать. В прошлом году ко мне эта мысль пришла очень поздно, в конце лета. Саша, ну что? Ты как-то потерялась, по-моему, немножко. Мы уже жилетку сняли, нам жарко, да? Идем. Ну давай, веди, куда мы идем? Ну так давай, только не по мокрому иди. Саша, ну сюда же идем или куда? Пойдем. Смотри на маму. Молодец. Саша решила позаниматься немножко, да? Мы пришли на спортивную такую площадку. С тренажерами. Ну-ка. Всегда я почему-то тянет по спортивным площадкам. Наверное, великая спортсменка у нас будет. Ну что, ножки немножко не достают, да? Молодец. Надо по очереди. Одну, вторую. Одну, вторую. Саша. Слышь, Заня. На пятки. Забыла? Все, сама. Ты сама. Ну, сюда тебе точно не нужно. Угу. Так, пошли смотреть другие тренажеры. Пока ты мала, Саша. Для таких. Ну, что? Ну-ка. Что, страшно? Среднейший птичка. Да. Молодец. Ну, мы уже возвращаемся с прогулки. Саша очень не хотела уходить. Настолько ей нравится гулять в парке. Ну, ничего. Мы с Эдиси растутся. Идем сюда. Уже пора идти кушать, готовить. Делами домашними заниматься. Работать, в конце концов. Вот, я. И еще, конечно, пойдем в парк. Обязательно. Деловуха такая идет. У нас, кстати, на площадке такой интересный случай произошел. Саша залезла на качели. Они были свободны. Тут подбегает девочка. Где-то в два раза старше, чем Саша. И начинает ее прогонять. У меня первая мысль была сказать, Саша, уступи. Но потом я промолчала. Думаю, она должна уметь отстаивать свое мнение. Тем более, что она первая пришла на эти качели. Да, это как бы ее на время. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, права ли я была в этом вопросе. Может быть, нет. Вот. В общем, жду комментарии, лайки и подписывайтесь на мой канал.